Судьба еще одного нашего сотрудника, звукоинженера Антона Волошина, остается пока неизвестный. Мы сейчас делаем все, чтобы выяснить, жив ли он. Журналисты снимали репортажи о мирных жителях, которые из-за постоянных обстрелов вынуждены покидать свои дома. Однако завершить съемки было не суждено из-за взрыва снаряда. Евгений Решетнев, наш спецкор, который продолжает работу в регионе, расскажет, как все было. На этих кадрах крупнокалиберный снаряд, выпущенный из миномета, накрывает несколько человек. Среди них съемочная группа «Вестей» – спецкор Игорь Корнелюк и инженер Антон Волош. Оператор Виктор Денисов находился чуть в стороне, через дорогу. Его камера все время работала. Я сел там и снимал уже непосредственно беженцев этих. И ополченец пошел к ним. Ополченец пошел к ним. И только когда взмахнул рукой, чтобы они пошли по безопасному пути, в этот момент первая мина разорвалась прямо около ополченца. Вот после первого удара оператор отползает в укрытие. Под стоящий на дороге броневик-амфибию. Камера не выключается. Вот на обочине рвутся новые снаряды. Камера продолжает снимать. Вот оператор с местными жителями бежит в сторону леса. Напуганные люди пытаются укрыться от падающих мин. Они же там хоть видят, куда они стреляют, че нет. Где у них это сидит, наводчик, корректировщик? Что тут люди? Трое суток продолжался минометный обстрел населенного пункта «Металист». В двух километрах от Луганска колонна украинской бронетехники двигалась на город, но встретила ожесточенный отпор армии и сопротивление. Нацгвардия стала забрасывать снарядами этот поселок, стремясь, видимо, сравнять его с землей. В разные стороны летят эти мины. Страдает очень много людей. Никакой эвакуации, естественно, речи не шло. Эвакуация, вот начался удар, люди начали уходить. Мы людей выводили по зеленке, то есть по лесу, по волосам, чтобы только ушли. Вот тут же в этот момент, когда шли БТР и танки, значит, один танк просто ворвался на одну улицу, из улиц там, и начал полностью разваливать все дворы и деревни. Бой завязался ночью, но к утру выстрелы и взрывы стихли наши коллеги и друзья. Корреспондент Игорь Корнелюк, оператор Виктор Денисов и инженер Антон Волошин приехали на место боя снимать впоследствии бомбардировки. Здесь они увидели разрушенные дома районных ополченцев и мирных жителей. Неожиданно миномет заработал снова, причем каратели не могли не знать, что отрезают единственный путь к отступлению жителям поселка. Это был не случайный выстрел, это было целенаправленное действие со стороны Нацгвардии, потому что люди были в мирной одежде, не в форме военной, а в мирной форме. И они, может быть, вышли немножко дальше, это самое, и посмотрели, что делается там у дороги, что делается там. И в этот момент, наверное, те увидели Нацгвардии и начали минометный огонь. Очевидцы говорят, было три взрыва один за другим. Первым снарядом ранил одного из ополченцев. А солдатика не убило там? Солдатик вас выручал? Нет, не раненый. Раненый, да? Ага, ну, не поднялся. Нам сказали, поднялся. После, станет известно, мужчина не выжил. Съемочная группа приехала на место боя на такси. Водитель видел, как все произошло. Стоят сильный свист, два минометных удара. И прямо в середину людей. Яркая вспышка. Что происходило потом, точно неизвестно. Корреспондент Игорь Корнелюк был доставлен в больницу с тяжелыми ранениями. Врачам спасти его не удалось. Игорь скончался на операционном столе. Поступил в нашу больницу в 13.10 в состоянии клинической смерти. Проводились противошоковые реэмоционные мероприятия. Однако травма, полученная им, оказалась несовместимой с жизнью. И в 13.45 констатирована смерть. Антон Волошин по-прежнему числится пропавшим без вести. Оператор Виктор Денисов не пострадал. Наверное, судьба уберегла. Вот они, те, кто вел огонь в районе металлиста. А вы из какой вы бригады еще раз скажите? Мы 128. Это какая? Аэромобиль? Нет. Механиц. Ворно-пехота. Ворно-пехота. У всей бригады перекур после боя. Кажется, они довольны собой. Главное, чувствуют себя в полной безопасности под прикрытием тяжелой артиллерии. Пули ополченцев до их позиций не долетают. Стрельба в окрестностях Луганска не стихает до сих пор. Сколько раненых и убитых среди мирных жителей, неизвестно. Ополченцы продолжают выводить кого могут из-под обстрела. Минометный огонь с позиций нацгвардии не прекратился. Прокращается.